Уважаемые гости города-героя Волгограда! Сегодня мы с вами поднимемся на главную высоту России – Мамаев курган, где захоронены более 35 тысяч защитников Сталинграда. Начнем мы наш маршрут от подножия кургана и поднимемся непосредственно к монументу Родины Матери, преодолев 200 ступеней. Это число глубоко символично, так как Сталинградская битва длилась именно 200 дней и ночей. Высота 102,0, а именно так называли Мамаев курган в военных донесениях и сводках, господствует над окружающей местностью, поэтому овладеть ею было так важно и для советских войск, и для войск противника. Бои здесь развернулись с 13 сентября 1942 года по 26 января 1943. За это время десятки раз переходила высота 102,0 из рук в руки. Именно здесь проходили наиболее жестокие и кровавые схватки. Мы с вами подошли к залу воинской славы. Надо сказать, что в этом зале происходят наиболее торжественные ритуалы. В изложение цветов и смена почетного караула. Я очень прошу всех присутствующих соблюдать тишину, максимум внимания и уважения к памяти павших. Мы с вами входим в сердце Мамаева кургана. Зал воинской славы представляет собой огромный диаметром до 42 метров и высотой 13,5 метров цилиндр. Его стены по кругу увенчаны изображением монументальных знамён из золотистой смальты. Это вид горной породы. На этих символичных знамёнах начертаны более 7 тысяч имён погибших в Сталинградской битве. В центре зала расположена гигантская рука высотой до 12 метров, держащая факел. Над факелом нет потолка, поэтому пламя факела устремляется в открытое небо. Вечный огонь здесь был зажжён 15 октября 1967 года от вечного огня на площади павших борцов Волгограда. С тех пор он горит постоянно в память о погибших. В центр зала выдвигается делегация во главе с руководителем ВОЗ Неумывакиным Александром. Подойдя к постаменту, он возлагает большой букет алых гвоздик. Сопровождающие поправляют ленты с надписью. И вся делегация минуты молчания чтит память погибших. В зале звучит музыка немецкого композитора Роберта Шумана «Грёзы». У вечного огня и на выходе из зала воинской славы стоят солдаты 46-й стрелковой роты почётного караула Волгоградского гарнизона, одной из элитных рот Южного федерального округа. В это особое подразделение отбирают самых лучших, самых достойных. Прежде всего обращают внимание на внешние данные юношей. Необходима славянская внешность, рост не ниже 180 см, красивая осанка, хорошая физическая подготовка. Сейчас в роте почётного караула рост самых высоких ребят 2 метра 10 сантиметров. Всего в роте около 100 военнослужащих. Каждый час в зале воинской славы на Мамаевом кургане проходит смена караула. Чётко печатая шаг, высоко поднимая ноги на 120 сантиметров, в зал входят 5 караульных. Впервые за всю историю поста караульным разрешено одеть облегчённую форму – форменные брюки-рубашки оливкового цвета с длинными рукавами. Раньше, даже при жаре в 50 градусов, караул стоял в парадных кителях. Продемонстрировав военные экзерцисы с карабином, подтвердив наглядно твёрдые и слаженные навыки во владении оружием, караул меняется. Медленным торжественным шагом караул удаляется. Медленным торжественным шагом караул удаляется. Медленным торжественным шагом караул удаляется. Мы с вами на вершине Мамаева кургана. Его венец – кульминация мемориала – это одна из высочайших статуй в мире. Женская фигура, созданная по античным прототипам, облачена в развивающиеся одежды. Одна её рука призывно откинута назад, вторая крепко сжимает обнажённый меч. Лицо женщины выражает крайнюю степень напряжения. Рост открыт в призыве, глаза наполнены яростным огнём. Вся новоплощение – порыва, народного гнева, неотвратимости возмездия. Технические параметры скульптуры поражают. Высота самой Родины Матери – 52 метра, 33 метра – длина меча. У Родины Матери есть постамент – 16 метров, но практически целиком он врыт землю. Над землёй поднимается только двухметровая её часть. Итак, наша экскурсия закончена. С вами были экскурсовод, кандидат исторических наук Рябец Ирина и тифлокомментатор первой категории Пряникова Наталья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова